Всем еще раз привет! Меня уже представили, меня зовут Дмитрий Шевченко, я Flutter Tech Lead компании Surf, и сегодня я хотел бы с вами проговорить про технологии, про то, какую проблему решают текущие технологии, и, разумеется, про кросс-платформу, раз мы затронули тему Flutter. Все мы с вами прекрасно живем со сторами, прекрасно обращаемся со сторами, и надо признать, что сторы вошли в нашу жизнь, и мы каждый день практически ими пользуемся. Мы заходим в сторы, скачиваем приложение, делимся какими-то ссылками на приложение, и все это уже никуда не денется. Но надо признать, что разработчики ненавидят сторы, потому что существует непрозрачная система модерации, точно так же, как и сложные правила публикации, которые очень важно соблюдать. Еще есть риск бана, либо удаления приложения по каким-то мелочам, а также существует невозможность обновлений в обход сторов. Но разработчики хоть и ненавидят сторы, но пользователи их очень обожают, потому что с помощью сторов есть простой способ поиска и установки любого приложения, а также сторы гарантируют нам безопасность и подлинность, поскольку существует ряд ограничений и правил перед публикацией приложений. Но что, если в какой-то момент что-то пойдет не так? Что, если сторы начнут управлять нашими приложениями, и судьба продукта окажется в чужих руках? То, что мы видим на протяжении последних нескольких месяцев, собственно, так и происходит, что ряд приложений просто блокируется, и ничего с этим не поделать. Но на самом деле есть выходы, решения из этих ситуаций. Например, можно поменять канал поставки. Мы просто берем с вами андроид-приложение и передаем его любым доступным нам каналам связи. Но это подходит не для всех приложений. Тут есть свои оговорки, но если не всегда работает канал поставки, может быть, стоит поменять формат поставки, может переключиться на десктоп. Десктопы слабо модерируются, но концептуально нам не подходят, потому что все уже привыкли носить с собой смартфон и пользоваться всеми доступными приложениями со смартфона. Но также еще есть веб, и веб окажется гораздо мобильнее, но тут есть свои ограничения. Если бы какую-нибудь бы систему, очень сильно хотелось, чтобы была точно такая же свобода, как в вебе, удобство мобильного приложения, и все это без... Это вот отдельный такой пункт, без необходимости дополнительно учить еще один язык программирования, в данном случае JavaScript. И как будто это все возможно, потому что на сцену у нас выходит PVA. PVA – это переводится как Progressive Web Application, это такая технология, которая, если объяснять простыми словами, в себе содержит несколько очень интересных критериев. Во-первых, это такая обертка над браузером, которая позволяет приложению нашему работать в офлайне, работать в фоне и иметь доступ к каким-то платформенным компонентам. Можно отправлять браузерные пуши, обновляться в обход сторов, запускаться с иконки в лаунчере, и все это очень важно, что это такая вот обертка над браузером без интерфейса браузера. Но точно так же, и тут стоит признать, что такой подход, применяя Progressive Web Application, он намного кросс-платформеннее, потому что браузеры поддерживают все современные операционные системы, все мобильные смартфоны, они в целом поддерживают браузер, и можно открывать Progressive Web Application на любом устройстве. Как вообще в целом работает Progressive Web Application? Для того, чтобы реализовать свое PVA, достаточно всего лишь двух файлов. Это Web Manifest и Service Worker. Web Manifest описывает некоторую конфигурацию того, как именно должен отображаться ваш PVA, как именно он должен какие-то внутренние параметры в нем содержать, а Service Worker отвечает за логику, то есть Service Worker — это некоторый такой мозг вашего Progressive Web Application. На чем же пишется PVA? На самом деле PVA можно написать на любом веб-фреймворке и даже использовать простой HTML с простыми стилями, и все это будет работать. Но тут стоит задать вопрос. Причем здесь вообще веб-технологии, если мы с вами хотим поговорить про Flutter? Но на самом деле Flutter внутри себя из коробки уже поддерживает, имеет поддержку для работы с Progressive Web Application. И за это мы Flutter и любим, потому что имеем всего один инструмент, который позволяет нам реализовать вот так просто все и сразу. В чем преимущество? Мы пишем код на Dart, верстаем декларативный UI, собираем под все современные операционные системы, исполняем на Dart VM, рендерим UI на скей, и все это мы делаем с нашим любимым фреймворком Flutter. За счет чего это работает? Мы помним, что Flutter имеет трехслойную архитектуру, и внимание сейчас стоит обратить на последний слой — слой ядра. Как это вообще работает, что мы можем использовать браузер? При работе с вебом вот этот слой ядра подменяется на слой с движком, который позволяет нам соединять наше приложение, наш Flutter-овский код с браузером. Точно так же у нас есть два способа компиляции нашего Flutter-приложения. Разработчики Dart еще в свое время позаботились об этом, и имеются сразу два вида компиляции, которые позволяют нам и разрабатывать, и собирать потом отдельно в готовые сборки. И еще раз просто проговорить про то, что это очень удобный подход. Мы можем просто зайти на любое веб-приложение, сохранить его на экран вашего устройства и работать с ним точно так же, как с обычным мобильным приложением. И это все возможно благодаря нескольким командам, которые позволяют нам делать Flutter. Например, есть вот команда запуска, достаточно простая, и команда для сборки. И в целом дальше все должно работать. При сборке у нас появятся два файла, про которые я уже рассказывал, это Flutter Service Worker и Manifest JSON, и уже приложением можно запускать в режиме PWA, и оно будет работать. Если же отвечать на следующий вопрос, а что же тогда выбирать при разработке? На что стоит обращать внимание? Стоит ли подводить какую-то черту между вообще этими технологиями? Что их отличает и какую выбрать? На самом деле здесь все, конечно же, в первую очередь зависит от ваших задач, которые вы решаете. Потому что изначально PWA при создании все-таки был фокус на то, что у нас уже имеется какое-то веб-приложение, какой-то веб-ресурс, который хочется сделать для него аналог мобильного приложения. И с помощью простых шагов можно было перенести веб-приложение на ваше устройство и работать с ним. Нативная же реализация – это немного другой подход. Мы сразу должны изначально поддерживать какую-то сложную систему, сложную архитектуру, с которой должна справляться вообще система вашего устройства. Но и здесь хочется отметить, что используя Flutter здесь уже не стоит говорить о том, какую технологию выбирать и что дальше использовать. Потому что Flutter позволяет как одновременно использовать вашу реализацию, ваши кодовые базы, как и для работы на мобильных приложениях в нативе, так и перегонять это все в PWA и использовать дальше. То есть в чем логика? Мы пишем Flutter-приложение. Пока мы можем, мы распространяем наше приложение через сторы, а лишившись доступа в сторы, мы можем быстро развернуть веб-версию. И все это без процесса переписывания с нуля. И ключевое слово здесь – быстро. Да, это фактически может пугать, но Flutter правда всю работу делает за нас. Ну, точнее, почти всю. Скорее всего, при первой сборке веб-приложения можно столкнуться с большим количеством ошибок и их предстоит в первую очередь отладить, чтобы увидеть результат работы. И мы провели такой эксперимент. Сейчас я расскажу про то, как мы проводили такую миграцию и с чем мы столкнулись. Я расскажу про то, с какими мы особенностями столкнулись, какие проблемы для себя выявили. И как с этим вообще жить и дальше справляться, как переводить Flutter приложение в ПВА. Сначала я расскажу про то, что мы взяли за основу. За основу был взят один из последних кейсов Surf – банковское приложение. Приложение довольно большое, отвечает внутренним стандартам разработки и идеально подходит для этого эксперимента, так как потенциально может быть заблокировано. Насколько приложение очень большое, то за основу мы взяли несколько основных экранов. Это экран анбординга с авторизацией, это экран с картами и счетами, и экран с профилем и со всякими различными вкладками, и свитчерами. Первое, с чем мы столкнулись, это вообще проверить, а поддерживает ли наши зависимости веб-платформу. И как оказалось, не все. Некоторые пакеты, они пишут внутри себя, что они поддерживают веб-платформу, но на самом деле они описывают лишь общий интерфейс, а сама реализация может находиться в другом пакете. Как видно на слайде, по такому принципу живут пакеты от Firebase и от Unilinks, которые используются в проекте. Но также еще очень важно отметить, что не все современные пакеты в принципе поддерживают реализацию веби, и для того, чтобы реализовывать эти возможности, эти функции, нужно заранее задумываться о том, какие компоненты, какие функции нужны конкретно в вашем приложении, чтобы не переписывать это потом с нуля, либо не тратить очень много времени на раздумья, как же реализовать тот или иной функционал. Следующий момент – это платформенные проверки. По коду было очень много платформенных проверок, и в вебе они просто не работают. Они не работают по той причине, потому что при обращении к такому типу, как платформ, мы получаем информацию о текущем запущенном процессе операционной системы. Поскольку веб ничего не знает о текущем процессе операционной системы, то вообще в вебе, в принципе, не поддерживается та библиотека, в которой реализован тип платформ. В вебе есть немного другая проверка. В вебе используется специальный ключ, специально переменная кейс-веб, и она использует особенности веба. Сравнивается целочисленное значение с числом с плавающей точкой, и в результате такого сравнения в джейсе это у нас вернет значение true. Так мы можем определить, что мы находимся в вебе. Но точно так же есть еще один дополнительный тип проверок, это target platform. Таргет платформ также позволяет получить нам тип операционной системы, и под капотом он использует у себя тип платформ. Я только что говорил, что платформ в вебе недоступен, что мы не можем его использовать, он не поддерживается в вебе. Тогда как можно пользоваться target platform в вебе? На самом деле у target platform используются условные импорты, и в зависимости от условий подключается та или иная реализация. В данном случае в вебе подключается другая реализация, которая внутри себя использует специальное глобальное свойство навигатор. И навигатор уже содержит внутри себя информацию о том, на какой операционной системе мы запускаем веб-ресурс. Таким образом, если комбинировать эти подходы, то можно выявлять какие-то интересные, решать какие-то интересные кейсы. Так, например, удалось решить, видеть кейс, видно, что черная черта залазит на нижнюю навигацию, и это все происходит на айфоне с закругленным дисплеем. Мы знаем, что мы запущены в вебе, мы знаем, что это айфон, мы просто приподнимаем нижнюю навигацию, на устройствах iOS, которые запущены в вебе. Таким образом, нижняя черта больше у нас не заходит на нижнюю навигацию. Как один из примеров, почему бы и нет. Следующий пункт – это инициализация сторонних сервисов. Вот, например, Firebase имеет другой интерфейс подключения в вебе, и это нужно оборачивать. Точно так же очень часто в приложениях используются какие-либо сервисы аналитики, например, АПП-метрика. Но АПП-метрика, к сожалению, в вебе не поддерживается, поэтому на этапе экспериментов ее пришлось просто отключить. Следующая проблема, с которой мы столкнулись, это система современных браузеров Cores. Дело в том, что если мы находимся под разными доменными именами, мы не можем запрашивать ресурсы. Это можно обойти с помощью настроек браузера, но на этом этапе мы просто обошлись моками данных. Успех. Пройдя всего несколько простых шагов, удалось запустить веб-приложение, которое изначально было написано на флаттере, и даже был виден уже результат, то есть страничка уже была готова. Но это оказалось только начало, потому что нужно понять, а как подтолкнуть пользователя к установке ПВА-приложения, потому что просто запущенное приложение нам недостаточно. Как нам понять, что мы находимся внутри ПВА? Для этого я предлагаю посмотреть, как вообще собрать ПВА-приложение, то есть вернуться немножко в начало, разобрать, из чего состоят те самые файлы, которые нужны для реализации Progressive Web Application. Один из файлов – манифест. Давайте быстро разберем его основные поля. Это есть ряд полей с мета-информацией, таких как Short Name, Name Description, который отвечает за название и описание нашего приложения. Названия будут высвечиваться под иконкой приложения на рабочем столе. Description будет высвечиваться при выводе окна с загрузкой. Там будет уже конкретное описание приложения. Визуальные элементы, такие как ZemColor, BackgroundColor, Icons – все эти компоненты помогают придать образ приложению. Например, используя ZemColor, если бы мы открывали ПВА-приложение на десктопе, то шапка нашего приложения поменяла бы цвет на тот, который мы указали в ZemColor. BackgroundColor, в свою очередь, он отображает цвет в тот момент, когда приложение стартует на устройстве. А Icons – это, по сути, массив иконок, которые как раз и отображаются. Либо на рабочем столе, либо при перемещении вкладок, будь то это приложение запущено на десктопе. Все это указывается конкретно в этих полях. Некоторые классные такие поля для улучшенного UX, скриншоты и шорткаты. Скриншоты нужны для того, чтобы также отображать в меню установки. Они немного имитируют поведение в сторах, чтобы задавать такое привычное пользование. А шорткаты – это такие гиперссылки для быстрого доступа к внутренним экранам приложения. С помощью них можно быстро проваливаться и навигировать внутри приложения на нужные экраны, что, в свою очередь, тоже способствует улучшению user experience. Следующее, вот, пожалуй, самые важные поля – это поля для навигации. Поскольку наше приложение все-таки запускается в вебе, каждый раз при старте необходимо знать стартовый URL. Тот стартовый URL, с которого начинается навигация. Именно он указывается, как нетрудно догадаться, в поле Start URL. И очень важно указывать scope, за который мы не можем вывалиться. И здесь очень важный пункт, что Start URL должен находиться в рамках этого scope, иначе браузер просто не зарегистрирует манифест. А чтобы, например, навигироваться с нашего ПВА-приложения на какие-то внешние страницы браузера, можно также подключить, использовать пакет URL-лаунч. А вот что генерирует нам Flutter. Вот именно такой манифест был сгенерен Flutter, и он содержит как раз те поля, про которые я сейчас рассказывал. В целом, они выглядят достаточно знакомым и не представляют теперь никакой сложности в восприятии и понимании. Давайте разберем сервис-воркер. Что такое сервис-воркер вообще? Как я уже говорил, сервис-воркер представляет из себя такой мозг нашего ПВА-приложения, а по сути это такой middleware, он понимает, откуда доставать нам данные, доставать их из кэша или доставать их из сети. Давайте разберем, как устроен сервис-воркер изнутри. Для того, чтобы сервис-воркер работал, его для начала необходимо зарегистрировать. Для того, чтобы его зарегистрировать, сначала также необходимо проверить, а поддерживает ли вообще браузер сервис-воркер. И можно это сделать с помощью глобальной переменной навигатор, про которую мы уже говорили чуть ранее. Но, к счастью, все современные браузеры поддерживают сервис-воркер, поэтому можем двигаться дальше. После того, как мы убедились, что сервис-воркер поддерживается, мы просто его регистрируем. Регистрируем тот файл, внутри которого будет уже содержаться код сервис-воркера. Вот что генерирует Flutter при момент регистрации. То есть мы точно так же от противного проверяемся. Если сервис-воркер не поддерживается в браузере, то мы продолжаем просто следующий этап инициализации приложения. А если поддерживается, то мы регистрируем наш сервис-воркер. Что должно происходить далее? Вот здесь буквально такой элементарный пример того, как это можно реализовать руками. Дальше нужно произвести этапы инсталляции. Мы можем в момент старта какие-то статические данные положить в наше хранилище кэша. И в будущем у нас данные как раз оттуда и будут доставаться. В целом, это одно из основных событий. Следующее событие очень важное – fetch, благодаря которому вообще и происходит вот эта магия. Благодаря этому событию мы уже понимаем, что доставать нам из кэша, а что уже идти в сеть. То есть мы проверяем, если по запросу есть какое-то значение в хранилище, мы достаем и отдаем его пользователю. Если нет, то идем в сеть и точно так же возвращаем пользователю. Давайте посмотрим, что генерирует нам Flutter. В целом, видно, что вообще изначально все не-get-забросы сразу отбрасываются. Я думаю, это понятно, потому что, наверное, по правилам get-забросов, то что get-заброс должен обладать свойством импотентности. То есть несколько раз вызвав метод get, мы должны понимать, что мы вернем один и тот же результат. И в нашем случае, здесь, как видно, мы проверяем, есть ли значение в кэше, если есть, возвращаем его, а если нет, то мы идем в сеть, кладем значение в кэш и отдаем пользователю. Достаточно просто и логично. После того, как мы разобрали, как это устроено, мы можем двигаться дальше и понять, какие шаги нужно проделать дальше, чтобы наше ПВА-приложение позволило нам его скачать, чтобы нас подтолкнуло к этому. И есть такой вот прям перечень правил, которые необходимо соблюдать для того, чтобы ПВА-приложение работало очень быстро, очень качественно. И здесь самый главный пункт – приложение должно быстро работать и быстро запускаться. И здесь нам помогут такие инструменты, как, например, Lighthouse, который позволяет замерить производительность и профилировать наше веб-приложение. Вот какие результаты дал первый прогон. Произошла ошибка трассировки, у нас не посчитались баллы по производительности, и в целом это не дало нам никаких положительных результатов. А все дело оказалось в том, что есть несколько видов рендеринга в флаттер-приложения в вебе. Один из видов – это построение HTML-дерева, а другой вид – это полностью через CanvasKit, с применением CanvasKit. И во флаттере в вебе это происходит автоматически. То есть на мобильных устройствах все, что запущено в вебе, строится из HTML-дерева, а на десктопе, если мы запускаем веб, там уже строится через CanvasKit. И это, как объясняется и в документации, и в некоторых видео от Гугла, это сделано как раз для того, чтобы… Подразумевается, что на мобильном устройстве интернет чуть медленнее, и поэтому это защищает от необходимости скачивать дополнительные инструменты для того, чтобы отображать все в Canvas. Но это можно регулировать и задавать какой-то конкретный тип рендеринга. Тут на данном слайде должен присутствовать видеоролик, к сожалению, его здесь нет. Я постараюсь обязательно добавить его в ссылку, которая закреплена сверху справа в чат, для того, чтобы продемонстрировать. Была такая проблема, что при HTML-построении очень сильно дергались элементы загрузки, шиммеры. И самым простым и быстрым решением оказалось переключить все в построение через Canvas. И анимации стали работать плавнее, и это спасло ситуацию. Давайте посмотрим, что произошло в момент повторной прогона Lighthouse. У нас посчиталась оценка производительности. Круто. То есть мы изначально с ошибки сместились сразу на двадцатку по производительности. Это уже радует, но хочу заметить, что вот эти все белые квадратики в центральной части экрана это этапы инициализации приложения. То есть все это время, пока приложение запускалось, внутри загружались какие-то процессы, шатеренки двигались, пользователь видел белый экран. И это очень плохо, потому что никто не будет ждать такое большое количество времени. Пользователь просто подумает, что что-то сломалось, и может уйти на другой ресурс. Это очень плохо. И это как-то надо решать. И очень здорово, что во Flutter третьей версии подвезли специальный механизм жизненного цикла инициализации приложения. Благодаря этому мы можем навесить на этап инициализации какой-нибудь лоудер, какую-нибудь картинку. И таким образом пользователь поймет, что что-то происходит и не уйдет с ресурс раньше времени. Точно так же хочу заметить, что поскольку приложение, которое генерится из Flutter Web, оно получается одностраничным. И это проблема, потому что все скапливается в один файлик, и он становится очень тяжеловесным. В результате на скачивание тоже уходит достаточно приличное количество времени. Чтобы эту ситуацию решить, есть такой механизм, как отложенные компоненты. Это такой специальный механизм, который позволяет подгружать необходимые пакеты, компоненты именно в тот момент, когда мы к ним обращаемся. Делается это через специальный алиас. Мы помечаем наш импорт специальным словом deferred s, указываем алиас нашего компонента. И так же прописываем все эти компоненты в файле pubs.yaml, в файле зависимости нашего приложения. И после этого мы можем вызывать его именно в тех местах, где он нам действительно нужен. делается это с помощью специального метода loadlibrary, который доступен через этот алиас, который мы прописали у нашего пакета. Таким образом, один файл тяжеловесный разбивается на много более мелких, и момент загрузки не происходит таким длительным, что тоже нам позволяет ускорить запуск и в целом быстро перейти к нашему приложению и начать им пользоваться. После того, как все нюансы соблюдаются, нам доступен такой вызов ивента, как вот before install prompt. И мы можем запомнить его в памяти и с помощью него выводить сообщение о скачивании ПВА-приложения именно в тот момент, когда пользователь максимально заинтересован в скачивании и реализовывает самые различные сценарии для загрузки ПВА на наше устройство. Но, к сожалению, это работает не везде. На iOS нужно все-таки вручную устанавливать приложение на рабочий стол устройства. И есть некоторая особенность в том, что iOS-устройства на iOS-устройствах мы можем неограниченное количество раз скачивать и устанавливать ПВА-приложение и каждый раз у этого ПВА-приложения будет свое собственное изолированное хранилище. Это, с одной стороны, как такая некоторая фича, но, с другой стороны, какой-то недочет. То есть, получается, у нас всегда создается клон нашего приложения. я как раз уже перешел к каким-то проблемным местам в ПВА в целом, ПВА на Flutter. Давайте посмотрим, какие еще есть ограничения ПВА в вебе и лучше один раз, наверное, это все увидеть и проговорить. На слайде перед вами сейчас есть список поддерживаемого функционала и попробуйте в чате угадать платформу. Слева у нас список со всеми доступными возможностями, которые отмечены зеленой галочкой. Справа у нас зеленые галочки в перемешку с большим количеством красных крестиков. Как вы считаете, какая платформа где? Есть ли у кого какое-то мнение? Не совсем понимаю, сейчас чат активен или нет. Но, наверное, не буду вас томить и скажу вам сразу, что слева у нас Android, а справа iOS. Вот. В iOS действительно много проблем. У нас ограничение на количество кэша в памяти не больше 50 мегабайт. Может произойти внезапная выгрузка приложения. Если пользователь долго не заходил в свое ПВА-приложение, оно в какой-то момент может просто выгрузиться из памяти и в следующий раз, если пользователь находится в офлайне и захочет открыть эту иконку, то там ничего не будет, там будет белый экран и подгрузится все только именно в тот момент, когда появится сеть. также многие платформенные возможности недоступны, невозможно работать в фоне и нет браузерных пушей. Уже обещали в новой версии iOS подвести браузерные пуши, но их до сих пор нет. Есть некоторые пункты в настройках iOS, что в действительности в браузере можно подключить пуши, но они сейчас недоступны, их сейчас нет. Вот. Мы их до сих пор ждем, когда Apple нам их предоставит. Лучше один раз попробовать и посмотреть на то, какой еще список возможностей есть у PVA. Давайте посмотрим. Вот. Евгений Сатуров решил продемонстрировать, как работает камера в режиме PVA. Камера отлично работает и на Android, и на iOS, то есть можно смело подключать данный функционал в своем приложении. Точно так же работает система кеолокации на двух операционных системах. А вот доступ к контакту доступен уже только на Android, точно так же как и Bluetooth, как NFC, а есть особенная фича, которая доступна только исключительно на iOS, это дополненная реальность, можно размещать различные 3D-объекты в пространстве, и это действительно будет работать в PVA вейбе. И многое доступно, в целом есть вот специальный ресурс, который сейчас был чуть выше, можно пройти со своего мобильного устройства, сохранить себе иконкой в режиме PVA и посмотреть, протыкать, какие действительно сейчас есть возможности, чтобы иметь представление о том, что можно завозить в свое, например, Flutter-приложение, либо если отдельно разрабатывается PVA-приложение. В целом, как под итог, что PVA на самом деле оказалась действительно интересной технологией, которую стоит рассматривать, и благодаря тому, что нам не стоит выбирать, на чем конкретно разрабатывать, к какому принципу, каким паттернам придерживаться, мы можем выбрать только лишь разработку на фреймворк Flutter, и это позволяет нам оставаться гибкими и в моменте перестраиваться под те или иные сложности. В общем-то, вот так мы пришли к такому итогу, такой путь прошли, есть некоторые ссылки, которыми хочется поделиться, это наш канал SurfTech, на котором выкладываются анонсы, события и всякие разные полезности, обязательно подписывайтесь, следите, и точно так же есть канал Surf Flutter Team, в котором я вместе со своими коллегами введем посты и делимся своим опытом во Flutter мире. Спасибо большое за внимание, буду рад ответить на ваши вопросы. субтитры